Вы смотрели американский фильм «Армагеддон»? Я слышал о нем. Вообще угроза метеорита для человечества подобного рода реальна? Потенциально, да. Глобальную катастрофу может вызвать метеорное тело или астероид размером несколько сотен метров, километр. Тела километрового размера, те, которые оближаются с Землей, они почти все известны. Не на 100%, но на 90% с лишним известны. Есть один объект размером 250-350 метров. Это астероид Апофис, который в 2029 году, 13 апреля, будет проходить от Земли на расстоянии около 40 тысяч километров. Это ближе, чем Луна? Это ближе, чем Луна. Это чуть-чуть ближе к Земле, чем геостационарные спутники. Но в 2029 году точно мимо. Дальше, в зависимости от того, как пройдет это сближение, начиная с 2036 года, может быть что-то. Но будет что-то после 2036 года или нет, мы узнаем только в 2029 году. В НАСА существует некая программа реагирования на возможные угрозы. В России существует нечто подобное взаимодействие с Роскосмосом, с Российской армией, с какими-то иными государственными организациями? В настоящее время ведется работа над федеральной целевой программой, посвященной подобного рода космическим угрозам. Программа разрабатывается, там будет много уровней, и чисто научный, инженерный, военный, то есть все аспекты МЧС, то есть все аспекты этой проблемы, они в эту программу включаются. Вы упоминали метеориты 2029 года, астероид более правильно, как Вы говорите. А у человечества вообще на данный момент существуют технические возможности в случае, если действительно небесное тело подобного размера летит именно по направлению к Земле, каким-либо образом апокалипсис преодолеть? Если есть запас по времени. То есть если известно, что траектория пересекает с орбитой Земли, и осталось времени, там, часы или сутки, то практически ничего сделать нельзя. Как это сделать? Брюса Уиллиса направить на данную астероиду? Нет, можно. И вот если в лоб что-то летит, ну, конечно, там есть атомное, ядерное оружие, запустить ракету. Но что оно даст? Одно большое тело расколется на большое количество более мелких, но они будут двигаться по той же самой траектории. То есть вместо одного будет тела появится дождик из этих тел, причем они еще после ядерного взрыва могут быть и радиоактивные. Поэтому такой не очень понятный положительный эффект от этого. Хотя много маленьких кратеров, наверное, это лучше, чем один большой. Но катастрофы в любом случае не избежать. Но катастрофы не избежать. Вот если есть запас несколько лет, тогда нужно попытаться это тело каким-то образом от Земли отвернуть. И на этот счет много разных предложений поступает. Самые оригинальные какие, кроме ядерной ракеты? Поставить двигатель на это тело, запустить космический аппарат, топливо, поставить двигатель. Пусть он будет слабенький, но если он будет работать долго, то тело постепенно орбиту изменит. Нам же много не надо. Нужно, чтобы оно сместилось на несколько тысяч километров, когда оно будет около Земли пролетать, чтобы мимо пролетело. А в научной среде вообще такой вопрос серьезно рассматривается? По крайней мере, работы, в которых оценивается, возможность реализации таких экспедиций, какие для этого нужны энергии, сколько топлива, это все просчитывается. Потому что, на самом деле, вдруг возникнет такая необходимость, тогда не надо голову ломать. Уже есть готовые решения. Поэтому решения строятся сейчас. Но сейчас их нет на данный момент. Но с астероидом Апофис там планируется. А что планируется? Если будут средства, если будет заинтересованность, если опасность от него сохранится, то запустить туда космический аппарат. В частности, Роскосмос, есть предложение Роскосмосу такую экспедицию совершить. То есть запустить космический аппарат с радиомаяком, посадить на этот астероид. Тогда мы будем точно определять его орбиту. И саундреком Стивна Тайна. Дальше уже можно смотреть, что там были разные предложения. Можно покрасить астероид? Покрасить? Ну, краску вылить на него, изменится коэффициент отражения, изменится сила светового давления, чем будет двигаться как-то по-другому. Тоже можно посчитать, насколько его траектория изменится. Можно применить там еще метод гравитационного тягача. То есть спутник не опускается, космический аппарат не опускается на поверхность астероида. Два тела рядом. Закон двимерного тяготения действует. Притягивается как аппарат к телу, так и тело к этому аппарату. Если аппарат будет двигаться перед этим астероидом, он его потихонечку будет к себе притягивать. И тоже чуть-чуть потихоньку будет орбиту менять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok